Верхушковская школа остается под пристальным вниманием администрации Одинцовского городского округа. Необходимость нового здания назрела давно. Чтобы найти пути решения, родительская общественность взяла инициативу в свои руки. Для обсуждения организовали круглый стол. Естественно, школа старая, хотя она в хорошем состоянии, но тем не менее вопрос о том, что школу надо строить новую, ни у кого не вызывает сомнений. Поэтому сегодня достаточно эмоционально родители рассказывали об этой проблеме, говорили о том, что очень-очень ждут и, главное, никуда не хотят переезжать. Проект пристройки к зданию Верхушковской школы – своего рода компромисс. Однако это решение позволит снять целый ряд существующих проблем. На встрече была представлена дорожная карта со сроками реализации проекта. По просьбе сообщества родителей к обсуждению подключился депутат Одинцовского совета Вячеслав Киреев. Учитывая и ваши пожелания, и будущих детей, которые здесь будут учиться, и школа останется на этой территории, то, наверное, есть смысл вот эту дорожную карту принять, потерпеть. По словам Олега Дмитриева, администрация округа готова учитывать пожелания родителей по дальнейшему образовательному процессу детей и проектированию здания школы. Если бы не вмешательство персональное, вот поверьте нас, Андрея Робертовича Иванова, который просто сам лично снимал трубку, разговаривал с соответствующими руководителями, сам импульсы нам давал, профильным замам, которые ездили, привозили сюда кадастровых инженеров, привозили технических работников, за администрацию школы готовили документы, чтобы это все быстро, потому что, ну, как мы говорим, администрация школы в первую очередь должна учить детишек, а вот эта вся юридическая казуистика – это уже наша история. Заместитель главы Одинцовского округа отдельно отметил – образовательный процесс прерывать нельзя. На время строительных работ школьников распределят по ближайшим школам. Этот вопрос известен, и пути его решения тоже известны. Другое дело, что он не может сделаться в одну секунду, потому что Гослесфонд, тот участок, который согласились передать школе, конечно, требует выпуска распоряжения Российской Федерации, и его нужно готовить, и он… Но мы пойдем этим путем, и мы будем ждать. Обсуждение дорожной карты в ближайшее время продолжится, чтобы учесть все пожелания родителей. Ну а приятным бонусом для школы уже совсем скоро станет современная воркаут-площадка. Эмилия Ракелян, Артем Ломоносов, телекомпания Одинцова.